Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет презентацию «Прошлое. Родина души человека. К юбилею писателя». 1 мая исполнится 100 лет со дня рождения Виктора Петровича Остафьева. На берегу реки Ангары родился мальчик, которому предстояло на своем жизненном пути пронести нелегкие испытания. Впереди его ожидали смерть матери в раннем возрасте, голодное детство, жизнь в детском доме. Но, несмотря на все преграды, ему суждено было стать великим русским писателем и в своем творчестве пронести любовь к людям и природе. Став уже известным писателем, Виктор Остафьев так скажет о своей маме, Лидии Ильиничне, с горькой сыновьей и любовью. «Если бы мне дано было повторить жизнь, я бы выбрал ту же самую, очень насыщенную событиями, радостями, победами и поражениями, восторгами и горестями утрат, которые, кстати, помогают обостреннее видеть мир и глубже чувствовать доброту. И лишь одно я просил бы у своей судьбы – оставить со мной маму. Ее мне не хватало всю жизнь». Автобиографическая повесть «Последний поклон» – это своеобразная летопись народной жизни сибирской деревни, начиная с конца 20-х годов XX века и до конца Отечественной войны. Остафьев показывает уклад заброшенного Чалдонского села с его нищетой, пьянством. Герои этой книги – это соседи и родня, земляки и спецпереселенцы, порой непутевые, бесшабашные, ломающие жизнь себе и своим близким. Но эти же люди оказываются способны к добру и участию. В крайние минуты спасают и поддерживают друг друга. Одной из глав «Последнего поклона» является рассказ «Фотография, на которой меня нет». Это эпизод из жизни главного героя Виктора Пателицына. Действие рассказа происходит в 30-е годы в Сибири. Приезд фотографов взбудоражил всю школу, учеников. Деревни приезжали раньше редко, это было целое событие, разговоров хватало надолго. Фотографии бережно хранили. Всем хотелось угодить фотографу, решают, где поселить его на ночь. Человеческая забота – это характерная для деревенских жителей черта. Витька и Санька ведут себя плохо, они не лучшие ученики в школе, а фотография, по сути, должна была объединить их всех. Весь длинный зимний вечер школьники гужом ходили по селу, гадали, кто где сядет, кто во что оденется и какие будут распорядки. Решение вопроса о распорядках выходило не в нашу с Санькой пользу. Прилежные ученики сядут фотографироваться впереди, средние – в середине, плохие – назад. Так было порешено. Ни в ту зиму, ни на все последующие мы с Санькой не удивляли мир, прилежанием и поведением. Нам и на середину-то рассчитывать было трудно. Быть нам сзади, где и не разберешь, кто заснят, ты или не ты. Мы полезли в драку, чтобы боем доказать, что мы – люди пропащие. Но ребята прогнали нас из своей компании, даже драться с нами не связались. Тогда мы пошли с Санькой на увал и стали кататься с такого обрыва, с какого ни один разумный человек никогда бы не катался. Ухарский, гикая, ругаясь, мчались мы. Не просто так, в погибель мчались. Поразбивали о каменья головки санок, коленки посносили, вывалились, начерпали полные катанки снегу. Бабушка уже затемно сыскала нас с Санькой на увале. Обоих настигала прутом, а ночью наступила расплата за отчаянный разгул. У героя заболели ноги. Так и не пришлось им сфотографироваться. Витька застудил ноги и не смог ходить, а Санька его друг, поэтому на фотографиях их обоих не оказалось. Яркий образ в рассказе – это бабушка писателя. Виктора Оставьева после смерти матери вырастила бабушка – Катерина Петровна. В рассказе речь героини живая, яркая, очень эмоциональная. А бабушка аккуратная, заботливая. Она хранительница народной мудрости и защитница семьи. Образ учителя в рассказе тоже выведен ярким. Он с уважением относится к ученику, который заболел и пропустил важное событие, приносит ему фотографию. Жизнь учителей – это своеобразный подвиг. Они приехали в глухую сибирскую деревню, где нет хороших условий для жизни, но они не сдаются. Живя рядом с такими людьми, и дети должны вырасти отзывчивыми, умными, добрыми. Автор показывает формирование характера героя в рассказе. Все лучшее в нас прорастает в мире детства, где царят доброта, любовь, милосердие и уважение. И Витя похож на оживающие весной цветы. Он тоже тянется к солнцу, свету и теплу. Фотография имела для Витьки огромное значение, даже если его и нет на ней. На фотографии изображены школьные товарищи, погибшие на войне. Это фото разбудило память о событиях, которые помогли ему стать лучше и взрослее. Фотография воскрешают в памяти дорогие картины из далекого прошлого, события, людей, родные места. О чем же рассказ Виктора Астафьева? О том, как быть добрым, о человеческой памяти, о способности хранить благодарность нашему прошлому, простым русским людям, о Великой Отечественной войне, о которой Астафьев прямо и не говорит, но она присутствует в рассказе незримо, о любви к родной земле. И главный герой Астафьева, благородный, помнит добро, ценит любовь и заботу. Ему дорога память о прошлом, об истории народа, которая складывается из памяти каждого человека. Виктор Астафьев понял сокровенный смысл, заключающийся в каждой фотографии. После смерти матери Виктор Астафьев жил у ее родителей, Екатерины Петровны и Ильи Евграфовича Потелицыных. О детстве, проведенном с бабушкой и оставившем в душе писателя светлые воспоминания, Виктор Астафьев рассказал в автобиографической повести «Последний поклон». Запала в душу, оставь его бабушкино умение в тяжелые минуты поворачиваться к свету. Голодно в деревне, самим есть нечего, а она в дом брошенного щенка несет. Обманул ее внук, а она пряничного коня ему все же купила. Брюки ему сшила с карманом, а он тут же их разорвал. Но бабушка радуется, слава богу, сам живой хоть остался. Да и чувствовала бабушка, что внук в нее пошел. Лучшие страницы своих книг Виктор Петрович Астафьев посвятил тем людям, которые оказывали большое влияние на его жизнь. И среди них важнее всех для Астафьева была бабушка Екатерина Петровна. Для каждого человека есть место, которое навсегда нашло отражение в его душе. Частичка светлого, доброго, прекрасного начала имеет самую крепкую и неразрывную связь с родным уголком человека. И даже когда жизнь закидывает нас за много тысяч километров от родного дома, мы в своих снах видим сердцу родной уголок. Если вас заинтересовала данная тема, предлагаем рекомендательный список литературы. Спасибо за внимание. Продолжение следует...